Друзья, очень рада всех видеть, спасибо большое, Дарья, за приглашение, и вообще хотела бы поблагодарить северо-западный эфириал Пушкинского музея за то, что темой кураторского форума вы выбрали архивы в этом году. Для нас, людей, исследователей, практиков, кто занимается архивами, это очень важный, показательный момент и повод популяризировать исследовательскую деятельность и, может быть, расширить наши собственные компетенции в диалоге с коллегами, узнать вообще, кто чем занимается, услышать друг друга, и, может быть, каким-то образом поддержать и помочь деятельность в разных регионах и объединить наши усилия, создать что-то новое. Это очень важно и здорово. Я чрезвычайно рада быть сегодня с вами. И благодаря этому форуму состоялось знакомство с коллегами, кто сегодня будет участвовать в нашем круглом столе. Я надеюсь, что слушатели тоже сегодня к нам подключатся и услышат разные кейсы. Говорить мы будем сегодня о том, как действуют исследователи в регионах по созданию архивов современного искусства, как и что мы собираем, как вообще рождаются архивы внутри институций, внутри самоорганизаций или в личной исследовательской практике художников, кураторов. Очень хотелось бы услышать сегодня разные истории о том, как рождается архив, из чего он рождается, что побуждает нас к тому, чтобы собирать эти архивы, как мы отбираем то, что входит впоследствии в архив, и как исследовательская практика способствует этому, как из, может быть, каких-то выставочных проектов рождаются коллекции и архивные фонды внутри институций, какая специфика есть на разных территориях и есть ли она вообще, как мы ее программируем. И сегодня я рада вообще тому, что у нас собралась такая компания среди нас, и независимые исследователи, и представители институций, самоорганизации, то есть это очень такой разный подход и взгляд на архив. И представители институций, где уже ведется архивная работа, и те, кто только подступается к этой задаче. И, в общем, на разных этапах мы сегодня сможем посмотреть на то, как архив начинается и как продолжается, формируется. Маленькое техническое объявление перед тем, как мы начнем доклады. У нас есть, помимо участников круглого стола, еще слушатели. Они, к сожалению, не могут к нам подключаться по видео и голосом, но они могут участвовать в нашем обсуждении. Я призываю всех подключаться к этому. У нас будет первый блок круглого стола, где мы прослушаем несколько докладов. Регламент выступления 10 минут. Я попрошу коллег это учитывать, чтобы мы комфортно уложились в наш тайминг. А во второй части как раз будет пространство для обсуждения и для того, чтобы задать ваши вопросы. Их можно формулировать в письменном виде. Вот наверху есть такая иконка с вопросиком в панели. И каждый слушатель может туда написать свой вопрос, касающийся конкретного доклада или вообще в целом ко всем сегодняшним участникам. И в конце, вернее, не в конце, а во второй части круглого стола, мы к этим вопросам обратимся, и я буду их задавать. Мы постараемся на них ответить и отреагировать на ваши комментарии, соображения и, в общем, ваше подключение к нашему разговору. И сейчас я предлагаю перейти, собственно, к сообщениям и докладам наших участников и коллег. И начнем мы с доклада Анастасии Тарасовой. Она искусствовед, представитель архива Музея современного искусства «Гараж», старший хранитель. И является координатором проекта Russian Art Archive.net, который многие знают в регионах, потому что их деятельность сейчас видимо и ощутимо, очень важна. Анастасия, вам слово, пожалуйста, 10 минут. Да, спасибо большое, очень рада всех видеть. Хотела поправить, что я в прошлом 11 лет занимала эту должность, сейчас я ее не занимаю, занимает моя коллега Анжела Гурциева с лета. Я имею в виду старший хранитель, но это не важно, здесь написано, в общем, на слайде. Да, я очень рада видеть такое количество знакомых лиц. И, собственно, моя задача – это немножко рассказать предысторию проекта РАН, многие из участников которого здесь присутствуют и сами за себя прекрасно расскажут про методологию и все прочее, я думаю. Да, я просто хотела сказать, что на самом деле все началось с того же, с чего начался, собственно, архив музея, самого гаража, который инициировал проект РАН. И, в общем-то, здесь перечислили, я прошу прощения, у меня такой немножко овервординг на слайдах, но здесь перечислили причину, по которой, в принципе, вот мы с Сашей Опуховой, которая здесь тоже присутствует, по счастью, решили делать РАН. РАН, собственно, идея, это была первоначально Сашина, Саша – куратор по-прежнему архива музея «Гараж». И, собственно, все проблемы, которые существовали в изучении истории искусства, недавней, да, российской, они, как бы, привели к тому, что возникла идея объединить архивные материалы, которые являются по большей части первичными источниками, да, для изучения недавнего прошлого, включая поствоенную советскую неофициальную культуру, да, и также включая все процессы, которые оказываются вне поля зрения каких-то крупных институций или официальных, да, институций, вот, недавнего времени, собственно, включая, там, я не знаю, какие-то маргинальные художественные процессы, но считающиеся маргинальными с точки зрения крупных культурных институций, которые что-то собирают тоже про это, арт-активизм, многие, там, уличное искусство и какие-то еще другие процессы, которые выпадают, как бы, из официального какого-то нарратива, вот, все это нас интересовало, и, кроме того, интересовал тот момент, что для истории российского искусства характерно, что ее материалы оказываются в разных, не только, ну, как бы, не только внутри страны, но и в разных странах, да, потому что первая идея, которая пришла в голову, это объединить архивы, которые существуют в России и за рубежом, то есть те архивы, которые были вывезены художниками и разными другими деятелями культуры в процессе иммиграции, да, и в Европу, и в Америку. И поэтому первые переговоры были, собственно, с институциями зарубежными, затем мы стали, поскольку это виртуальный проект объединения, да, мы стали работать над базой данных, вот, которая впервые, значит, была сделана вот где-то в 16-м году, и потом мы ее перенесли на новое приложение более удобное и запустили платформу. То есть изначально, как бы, первый шаг был сделан архивом музея Гараж по обработке какой-то проектной своих архивов, да, в этой базе для того, чтобы начать эту работу, в принципе, вот, и, как бы, выработать какие-то методологии, которые мы могли бы делиться с нашими коллегами и совместно уже работать. Дальше сразу же стало понятно, что нужно работать с российскими коллегами, в общем-то, да, и, в общем-то, с этим начинается история работы проекта «Внутри России». Вот, можно перелистнуть. Я прошу прощения, что я не очень понимаю, как это делать, так, чтобы не попасть на чужую презентацию. Спасибо. Да, ну, это вот, собственно, первые наши участники, можно прелистнуть дальше. Следующий слайд. Да, и, собственно, как мы ограничивали, какие рамки, так сказать, мы выбирали для того, чтобы работать с недавним прошлым. Как я уже говорила, важность была первичных источников перед вторичными, да, то есть для нас очень важна какая-то фактология, возможность сохранять эфемериды, то есть все такие материалы, которые малотиражные какие-то, да, документы, которые свидетельствуют о событиях, и при этом довольно быстро исчезают, по-моему, на корзине, как правило. Вот, и, как бы, нам сразу стало понятно, что важна, как сказать, что вот эта концепция, которую мы, в общем-то, подсмотрели у крупного архива в Гонконге, который сохраняет контекст азиатский современного искусства, да, Asia Art Archive, которая здесь вспоминала, что важно, чтобы архивы сохранялись там, где они, собственно, были произведены и собраны, да, и мы стали поддерживать заинтересованных архивистов и институции на местах, которые были заинтересованы в том, чтобы изучать то, что происходило в локальной истории искусства, и, собственно, отдали экспертизу по формированию списков персоналей, да, с этого обычно начинается работа. Нашим коллегам на местах, они сами об этом прекрасно могут рассказать, здесь присутствующие, вот, поскольку они гораздо лучше понимают контекст, и здесь немножко тоже сказано о методологиях, возможно, это можно дополнить, и у Саши, и у многих здесь присутствующих тоже найдутся еще какие-то, так сказать, ходы, которыми они пользуются для того, чтобы собрать материалы. Да, ну это просто, так сказать, я перечисляю, какие есть внутри, так сказать, работы проекта, какие есть цикличные вещи, да, это понятное дело, что первоначально очень часто нет, допустим, никакого архива, но есть заинтересованный человек, который знает местный художественный контекст, или есть какая-то часть архива, но его нужно дополнить, или хочется дополнить, хочется работать в этом направлении, поэтому есть, начинается все с этого условного очень списка, который потом расширяется, естественно, в ходе работы. Есть то, что мы предоставляем нашим партнерам, это архивные школы для участников в сети, это там, где мы делимся какой-то своей экспертизой, своими методами работы, обмениваемся опытом и рассказываем, как работать в базе данных, да, потому что это же музей предоставляет базу для всех партнеров, и за редким исключением, потому что есть все-таки еще, так сказать, вариант обмена данными, когда база уже существует. У нас было два таких партнера, у которых были уже свои архивы и свои данные, для того, чтобы их показать в нашем проекте, на нашем портале. Да, и, соответственно, большую работу делает еще моя коллега Ангелина Бурлю, которая курирует, собственно, сообщество, сеть, да, людей, которые участвуют в этом проекте, потому что это стало очень быстро важным и понятным, что это целое сообщество людей, которые заинтересованы в одной и той же работе, и, ну, это не просто какой-то такой цифровой технологический, да, способ показать, как бы, эти разные архивы, это еще десятки людей, которые занимаются общей работой, и поэтому у нас есть потребность рассказать друг другу о том, что мы делаем, есть потребность делиться какими-то тоже методологиями, и есть потребность психологической поддержки и прочих разных вещах, да, которые могут осуществляться с помощью, соответственно, открытых и закрытых встреч, конференций и международных симпозий, где можно обсуждать какие-то концептуальные вопросы. Наверное, можно следующий. Да, это я просто показываю платформу, но я думаю, что это скорее для зрителей, потому что для всех присутствующих, кто участвует кругу столе, это знакомая вещь, здесь просто понятно, что это каталог, условно, да, она функционирует как каталог, здесь можно увидеть, какие существуют, так сказать, типы документов или виды записей внутри нашей базы, вот, и я просто показываю вам, ну, интерфейс, например, телефонный, он у нас разный есть, то есть можно смотреть и с десктопа, и с телефона, и здесь важно, что есть каталог, собственно, в котором можно искать и по институциям, и по фондам разным, да, они все подписаны, про них, про все есть двуязычные статьи небольшие, которые сами коллеги и пишут, тоже мы помогаем с переводом, и есть раздел исследования, где можно прочитать статьи участников проекта о локальном художественном контексте, они тоже переводятся на английский, можно следующий. Следующий слайд, пожалуйста. Вот, понятное дело, что у нас есть некоторая целевая аудитория, которая довольно узкая, я здесь примерно перечисляю, кто всегда интересуется, так сказать, этими вопросами, может быть, встать будет, что добавить про это, но поскольку мы переводим еще основную информацию, понятное дело, что все материалы в основном на языках, так сказать, оригинальных хранятся, да, цифрованные, вот, и там доминирующий язык русский будет, но хотя бы тексты о материалах мы стараемся переводить для того, чтобы любой человек из любого контекста, который знает английский, мог понять, что здесь происходит вообще, и о чем этот портал. Следующий. Да, это я просто специально не, так сказать, не, как бы не города, перечислила, а в принципе города и регионы, которые сейчас являются участниками проекта, вот, для того, чтобы вы представили себе немножко географию. Я думаю, что очень много людей здесь присутствует сегодня. Дальше, пожалуйста, следующий. Ну, и карту я вам показываю в таком виде, только, значит, по поводу того, кто смотрит, значит, наш каталог, вот, и немножко этот список, конечно, поменялся за последнее время по понятным причинам, вот, но наибольший интерес, конечно, это вызывает внутри России, собственно, на это и был расчет, вот, но также вы можете видеть, какие еще бывают запросы. Вот, следующий. Да, мне кажется, я все скратце сказала, вот, что я хотела сказать. Возможно, я что-то упустила или забыла. Да, вопросы, наверное, мы ставим тогда во вторую часть, а сейчас, может быть, я бы тогда передала слово представителям архивов, которые с вами сотрудничают, и было бы, наверное, интересно услышать их опыт, взаимодействие внутри этой сети архивной, и как они интегрируются в эту структуру, и насколько это эффективно иметь вот такое партнерство и такого большого брата в лице музея Гараж. Оксана Бадулак, независимый куратор и арт-критик, заведующая кураторским сектором музея «Площадь мира» из Красноярска, и Оксана расскажет о архивной работе в Центре Сибири. Пожалуйста, Оксана, вам слово. Ну, Центр Сибири или не Центр — это вообще относительное для всех сибирских городов сейчас понятие. Наш архив такой довольно противоречивый. С одной стороны, он с 2003 года идет, с другой стороны, он абсолютно юный. У нас случилась, как бы, можно сказать, реорганизация и новое осмысление, поэтому свою презентацию я назвала «Новый порядок», потому что «Старый порядок» был изобретен только с номенклатурой. И такое вводное сообщение, где показано музей, в котором я сижу прямо сейчас, вот здесь вот мое окошечко, я прямо сейчас здесь. И это, конечно же, институциональный архив. Этот архив собирается архивариусом мной с этого года, и сейчас мы находимся в процессе оформления Красноярского архива в его цифровом качестве в крупнейшую сеть РААНа, которая сейчас был докладом Анастасии. И мы на протяжении этого года всячески встречаемся, оформляемся и делаем очень много различных подготовительных процессов. Что касается самого музея, музей довольно необычной судьбы. Изначально это был музей как часть системы Центрального музея Ленина. Он был построен уже на закате советской цивилизации и открыт в 87-м году. Но те, кто проектировали это здание, они, конечно же, подразумевали, что в будущем будет использоваться он как и выставочная платформа, что и произошло. То есть после развала Союза музей обрел новое значение. Была написана концепция культурно-исторического центра. И с 2016 года музей официально имеет название Площадь мира, с 2017 года юридически. А Площадь мира — это название нашего адреса. У нас адрес Площадь мира, дом 1. И других домов по этому адресу просто не существует. Это какая-то наша счастливая случайность. В целом я называю наш музей в принципе счастливой случайностью, поскольку он как будто, я не знаю, как комета дрейфует в открытом космосе между музеем Ленина и советской идеологией, как в некоем уже архивном моменте нашей страны, совмещая при этом, конечно, современную повестку. У нас открываются выставки современного искусства. И сейчас он ранее был довольно авангардным зданием на ландшафте, в ландшафте Красноярска. Но и в целом в самой Сибири — это такой самый большой выставочный форум, где представляется много проектов, связанных с Сибирью, и не только. Здесь на слайде я просто собрала такой мудборд, что ли, на то, что является нашей историей. И довольно странно, все равно есть слепок именно у коллекции, у архива и в целом нашей деятельности за 35 лет. Часть коллекции и в целом всех проектов все еще как-то касается советской идеологии. Например, очень много азиатских художников, приезжая в Красноярск, делали проекты, связанные именно с исследованием СССР. Культа Ленина и так далее. Понятное дело, есть некие исторические параллели, им было интересно посмотреть на нас. Все-таки в этом музее сохранили до сих пор часть ленинской экспозиции, целый третий этаж. А с другой стороны, здесь работали европейские художники. И не только, конечно, здесь работали разные художники. Но, скажем так, поскольку прививка современным искусствам осуществлялась все-таки из Москвы, и это был специальный фестиваль 93-го года с уже известными именами, в том числе Ильи Кабакова, то и основное деяние, основную память заложили все-таки уже российские художники. Это имена первого порядка. И к локальному художникам обращали все реже и реже. Ну, не как все реже и реже. Ну, как бы, конечно, их включали в процесс, но приоритеты отдавались, конечно же, тому, что считалось экзотикой. Для Сибири это, конечно же, все, что в Западе и Сибири. Здесь показана, какая большая программа кубликарта была в нашем музее с участием различных художников. Ну, вот надпись была сделана Тимофея Мурадии. Красный цветок — это наше сотрудничество с корейским художником, с японскими и так далее, с голландскими. Ну, речь о том, что та прививка с участием московских художников Аркбля заложила такую программу публикарта. И, соответственно, всего этого публикарта за эти годы накопилось довольно много. И надо сказать, что, пытаясь сохранить хоть что-то, мы не сохранили и ничего, не понимая, как это работает, и только подсматривая у зарубежных коллег, каково это. Из того совершенно какие-то такие базовые понятия я для себя в том числе пересобираю заново в связи с тем, что сейчас, как куратор, я от практики пришла к рефлексиям. Коллекция и архив имеют разное значение в этом музее. Существует отдел фондов, который, собственно, занимается коллекционированием искусства. И наша коллекция ведет с основания музея, 87-й год. Естественно, до 93-го года все, что было в коллекции музея, это был экспозиционный ряд на этажах. Эта экспонатура связана с именем Ленина и, соответственно, всей советской идеологией, революционных движений, войны гражданской и так далее. Ну и классика, база этой коллекции, это Ленинская коллекция, так называемая. Она выполняется все еще очень изредка, изредка пополняется какими-то уникальными экспонатами, но сейчас коллекция уже это современное искусство. Оно оформляется в научно-вспомогательный и основной фонд. Поскольку музей наш государственный, то часть, большая часть, конечно же, это принадлежность к фонду МКРФ, и она опубликована на сайте Госкаталог. Сам архив, который, собственно, сейчас меня больше всего интересует в этом музее, начал вестись только с 2003 года, когда федеральное агентство потребовало отчитываться архивными документами, и была заведена номенклатура. И, собственно, можно сказать, 15 лет были каким-то образом упущены, и уже постфактум наши архивариусы спасали какие-то документы. На слайде у меня акт приемки здания. Ну и основа этого архива, конечно, это все же документы, связанные с историей самого музея, с историей постройки этого здания и уже с музейной деятельностью. Предметно это документы, фотографии, какие-то чертежи, рисунки, эскизы и сами предметы. Ой, не туда нажимаю. Привычка работать в зуме. Укрупняя предыдущий слайд, хотела показать, как выглядит коллекция музея Площадь мира на данный момент. То есть, несмотря на то, что музей все еще... Ну, музей, конечно, уже современное искусство очень давно, да, а только меньше 15% нашей коллекции составляют современное искусство. Большинство экспонатов это все еще те самые ленинские коллекции. И есть такой переходный период, когда музей был культурно-историческим центром. Там был принят тезис свободного коллекционирования. Это значит, все предметы привозились научными сотрудниками из научных экспедиций. Будь то секта Виссариона или другие сообщества, потому что музей активно нарабатывал новые связи для того, чтобы формировать некую научную деятельность. То, как выглядит архив сейчас. В архиве на данный момент мы выделяем три фонда. Я и моя коллега-архивариус Вера Николаевна. И совершенно новый для этого архива фонд. Это фонд художественного процесса Красноярска, который подразумевает персональные архивы художников, работающих и работавших в городе, представляющих искусство нашего города и в том числе Красноярского края, Сибири, всех, кто был активен на этой площадке, на групповых выставках, на персональных кураторских проекторах в конце 90-х годов. У меня на слайде показаны как раз те предметы, с которыми я работаю прямо сегодня и вчера. Я работаю с архивом Олега Пономарева. Он скончался три года назад, и сейчас вдова передала мне в работу его огромнейший архив. И среди экспонатов, которые сначала мы все еще решили только оцифровывать, конечно, огромное количество авторских текстов, это манифесты, пояснения к проектам, огромное количество сопроводительных бумаг, договоров, грамот и так далее. В целом так и выглядит наш фонд художественного процесса. Это документы, подтверждающие искусство художников за весь их период творчества. Также в перспективе у меня архив Василия Аслонова. Елена Александровна Красновых и других художников и искусствоведов. Архив музейных проектов — это огромнейший архив, точнее, фонд музейных проектов. И он составлен, конечно же, нашими коллегами, которые занимались в основном творческими проектами. У меня на слайде как раз документ этого фестиваля, на который я ссылала с 1993 года. Такой же образец существует в РААН, в фонде. И этот фестиваль проходил в Красноярске. У нас остались какие-то очень осколочные свидетельства. Но помимо этого фестиваля, конечно же, он пополнялся, этот фонд, крупными проектами, включая ключевые. То есть ключевые проекты музея — это, конечно, «Биеннале», «Музейная ночь» и так далее. Междевисциплинарные проекты про Тунгусское метеорит и все подобное. Фонд здания музея мы выделили специально в отдельный фонд, поскольку у нас огромный пласт документов, включая наследие архитектора, который недавно скончался, и часть архива его личного мы выкупили. То, что не являлось прямым искусством в коллекцию, перешло к нам в архив. И мы работаем, конечно же, с такими проектировочными документами. Это чертежи, это различные эскизы, варианты здания. И это связано с тем, что конкретно здание этого музея само по себе является образцом сибирского брутализма. И для нас, как людей, которые здесь и работают с искусством, и в целом находятся, это большая ценность. Мы очень заботимся об этом домике, и нам очень важно сохранить это, в том числе и для культурологов и архитекторов. Я нарисовала... Самый любимый мой интересный слайд в моей презентации, это когда я попыталась восстановить, как проходит комплектование в этом тюмаче, чем музее. И, честно сказать, самые запутанные связи, они до сих пор такими остаются, но зато, по крайней мере, остальное стало более-менее понятно. Как правило, до нас, до архива документы доходят двумя путями. Один путь суперсложный, это когда вся деятельность музея, упакованная в выставку или в программу образовательную, конференцию, проходит путь от куратора через менеджера, далее это все идет в фонды, и дальше уже, если фонды считают, что это достойное экспонирование, изучение и хранение предмета, они оставляют это в себе, а если они понимают, что они не смогут с этим никак работать, то они передают это нам. Это такое называется остаточный след. И второй есть пункт, второй путь от ремой, это когда архивариус в конце года или квартала обращается ко всем сотрудникам музея, в преимущественную степень, конечно же, творческим, которые работают над выставками, и просит их сдавать оформленные архивы. У нас существует некая культура архивации внутри институции, ну, собственно, с 2003 года, и все сотрудники нехотя собирают свои ежедневники, какие-то там договора, и все это, скрипя сердцем, выбрасывают нам, лишь бы мы отстали. Вот, и в какой-то степени это все равно помогает нам как-то реконструировать историю самых темных времен. Конечно же, есть любимые периоды, это 90-е годы, потому что оттуда сохранилось ровным счетом ничего, и осело оно, конечно же, очень глубоко в бывших сотрудниках этого музея, и для нас, конечно, это определенные вызовы. Ну, и в целом, как устроенная институция музея нашего, это уж такая совсем генеральная схема, наш архив находится вообще в департаменте коллекционирования, да, и архивариус существует как штатный сотрудник отдела фондов. А я, как архивариус и представитель сети РАНП от Красноярска, существую в выставочном департаменте, в кураторском секторе, как где-то там тоже на периферии, и это моя кураторская такая, наверное, ответственность, поскольку я работаю с людьми, в первую очередь, которые делают этот художественный процесс, я и стремлюсь все это сохранить, и еще всех остальных попросить сделать то же самое. Ну, и в конец моего выступления хотелось сказать, для чего мы это делаем, как мы понимаем это сами. В первую очередь, конечно же, поскольку мы сами являемся частью этого художественного процесса, хотелось бы не упустить важные составляющие, которые потом помогут восстановить картину в ее какой-то фактологической ясности, соответственно, избежать фальсификаций. И второй момент, это суперважный, это, конечно же, те самые источники. То есть для меня, конечно, была очень интересная история, которая меня натолкнула на мысль об архивации. Я была рецензентом у нашего сейчас ученого-секретаря, он писал диссертацию по художнику красноярскому Виктору Сачивко, и в своем списке литературы он ссылался на газету «Московский комсомолец». И таких источников было очень много, аргументы и факты и так далее, и тогда для меня это стало откровением. Вот есть живой Виктор Сачивко в Красноярске на адресе самофорное, а есть вот эта газета «Московский комсомолец», и он обращается именно к газете, а не к живому художнику. И тут я поняла, что, блин, но действительно не хватает никаких источниковедческих баз прямых, для того, чтобы искусствоведы могли работать достоверно. То есть я как искусствовед с высшим образованием профильным намерена за несколько лет создать хотя бы источниковедческие базы по этим трем персоналиям и предложить на исследование это красноярским искусствоведам, чтобы они не фрустрировали, а работали с первоисточниками. Если у меня есть архивированный дневник художника с манифестами каждому проекту, то лучше пусть они читают этот манифест, нежели «Московский комсомолец», где культурный обозреватель что-то сказал, но лучше, конечно, послушать художника. А если он умер, так тем более. И я просто на этой фотографии показала, это была наша экскурсия на Красноярский водочный завод, среди которых был очень смешанный состав. И для меня это действительно такая среда обитания, которая синкретична, где все люди занимаются и сотворением, и сохранением единовременно. Поэтому вот на этом, наверное, я и закончу. Спасибо большое за это. Спасибо большое, Оксана. Очень увлекательный доклад, такое погружение в красноярскую историю искусства. И вот этот момент, особенно как научные сотрудники, кураторы нехотя свои архивы передают, собирают очень знакомо. Короткий вопрос, просто такой, может быть, даже больше технический, он и из чата, и у меня он родился. Как вы учитываете архивный фонд, как научно-спомогательный или какая-то другая форма его легализации существует? Архивный фонд учитывается отдельно, у него своя система, и сейчас у нас будет еще новое шифрование в связи с тем, что мы подключаемся к РААН. Будет просто дополнительный шифр, присылаются тому же порядку документов, мы просто будем каталогизировать иначе. Ну, это связано с тем, что исторический архив сложился позже, чем коллекция, поэтому и инвентаризация, конечно, идет раздельным способом. У нас существуют автономные хранилища, то есть хранилища фондов, это не то же, что хранилища архива, они в разных местах, с разными системами климат-контроля, и в целом разные люди работают с этим, хотя, конечно же, все работали с основания музея и очень хорошо знают, что где лежало раньше. Здорово, отлично. Ну, прекрасный пример для многих вообще, как организовывать хранилища архива. Здорово, было бы интересно поподробнее об этом разузнать уже у вас. А сейчас я хочу передать слово нашей коллеге Луке и Муриной из Томска, из сибирского филиала Пушкинского музея. Они в этом году праздновали небольшой юбилей и готовили, в том числе, архивную исследовательскую выставку. Вот об этом опыте сейчас предлагаю Луке рассказать. Вам слово, пожалуйста. Да, я расскажу о проекте «Художники все помни», десятилетие сибирского филиала. Да, вот, собственно, в этом году филиалу исполнилось 10 лет, и это стало для нас большим стимулом для работы с архивом. Вот, я начну, как бы, с такой, с красивого. Вот, собственно, так выглядела наша выставка, посвященная десятилетию. И вообще, когда у нас возникла идея сделать выставку, когда мы... ...камерный, интимный проект, потому что, собственно, у филиала на данный момент нет своего помещения. Вот, но нам все равно как-то хотелось эту дату зафиксировать, потому что, ну, как бы, такая первое наше десятилетие. Вот, но в итоге проект разросся до таких масштабов. Мы сделали юбилейную выставку в роще Томского университета в рамках книжного фестиваля Том. И мы пригласили 10 художников, которым мы предложили порефлексировать, собственно, над вот историей филиала, над их личной историей в этом филиале. И в то же время мы предложили им нашего филиала. Вот, получили... ...куб. Вечером он был просто невероятно красив. И это отсылка к офису и выставочному залу, ну, скорее, к выставочному залу сибирского филиала, тогда еще к ЦСИ. Вот, был, собственно, такой очень маленький уютный зал, где в течение пяти или шести лет, не помню, находился филиал. И, собственно, это был такой, ну, для тогда, для Томска, ну, настоящий центр современного искусства, несмотря на небольшие масштабы. Вот, были хорошие проекты, приезжали лекторы столичные и зарубежные. И, в общем, это было такое хорошее время, очень важное для развития искусства. Вот, сибирского и томского. Но я хочу поподробнее рассказать про документальный блок. Это, собственно, вот снаружи нашего куба, внутри было искусство, а снаружи была документальная часть. И, собственно, с этой документальной части началась наша подготовка выставки. Вот, здесь планшеты. Каждый планшет – это год. Ну, некоторые годы по два планшета занимали, в общем-то, в зависимости от насыщенности событиями. Но начинали мы вот, собственно, так, работу над выставкой. Вот так, в таком виде, и не только в таком виде, нам достался архив сибирского филиала ГЦС и Росизо. Вот, это, ну, собственно, и разумные афиши. В какое-то время сотрудники филиала очень там дотошно собирали и даже газетные вырезки. В общем, и такой блок, да, у нас есть. Но в основном все равно все не очень систематизировано. Материалы были там, знаю, на дисках внешних, на разных рабочих компьютеров, сотрудников. Вот, и мы нашим небольшим коллективом в четыре человека, собственно, все над этим архивом работали, его пытались как-то привести в порядок. Вот, когда мы готовили выставку, мы начали плотно сотрудничать с медиатекой Пушкинского. В общем, нам такие давали, так как у нас нет архива, и, собственно, им никто не занимался, мы, в общем, получали такую консультационную помощь, как нам систематизировать и разобрать, в общем-то, это все вот это наше наследство. Вот, я сделала такую огромную таблицу, в которую внесла все выставки, проекты и лекции, встречи, которые проходили в филиале за 10 лет. Вот, это было тоже составлено по разным документам, в том числе, не знаю, там, приказы, сметы, вот эти, ну, вот эти документы у нас как раз сохранились как бы в должном порядке и виде, вот. В общем, вот отталкиваясь потом уже от этой таблички, дальше мы работали над выставкой, вот. И, собственно, из чего в итоге состоял наш документальный блок. У нас была большая проблема, что не было, очень было мало, осталось фотографий, вот, от всех событий, которые прошли. И поэтому мы обратились к двум томским фотографам, которые в разное время фотографировали события ГЦСИ и РосИЗО. Вот, это архив Владимира Бобрецова, такого старейшего репортажника Томского. Он подарил нам, по-моему, около тысячи фотографий. И Павел Раскаленко, это более молодой фотограф, он снимал уже после, там, 2017 года в основном. В общем, благодаря вот их дарам нам, у нас появилась возможность просто рассказать вообще, ну, историю филиала, потому что, ну, было очень недостаточно именно такого материала. Вот, плюс у нас, конечно, да, сохранились документы, которыми мы пользовались, собственными архивами, сотрудники делились, в том числе, вот, я делилась своим архивом. И что, как бы, очень ценно, это мы при подготовке к выставке уже начали заранее связываться с кураторами и художниками, такая, жизнь и судьба которых была тесно связана с сибирским филиалом. Вот, и вот Оксана просто перед этим рассказывала про площадь мира. Мы с Николаем Исаевым готовили, каком, два года назад, у них был юбилей, мы делали тоже такую архивную, можно сказать, выставку про площадь мира. И вот там мы впервые придумали такой, ну, как бы, простой метод, просто сбора воспоминаний, ну, про площадь мира и Красноярскую биеннале, конечно, было проще собрать воспоминания, потому что это такое событие, можно сказать, мирового масштаба. Вот, художников и кураторов, которые предоставили воспоминания про сибирский филиал, было не так много, но зато они были все настолько личные, вот, и как-то очень тесно связаны именно с городом, вот. И, в общем-то, получилась такая в целом история очень ностальгическая, вот, про филиал. Ну, в общем-то, вот так выглядели наши такие архивные планшеты. Трудно было как-то к такому общему виду привести, ну, собственно, даже вот эту верстку было сделать сложно, потому что про разные события был, в общем-то, разный объем информации. Но мы для себя выделили какие-то ключевые, которые хотелось отметить. В общем-то, поэтому ну, как-то были какие-то годы очень наполненные, были какие-то события, с которых осталось много фотографий, текстов, вот. Ну, например, были такие события, как, очень важно, выставка из Сибири с любовью, которая проходила в Париже, участвовали в ней синие носы, и с нее не было ни одной фотографии, кроме, собственно, вот этого текста. Я написала Вячеславу Мизину, который, вот, собственно, да, участник группы «Синие носы» и был долгие годы руководителем филиала. Я знаю, что у него есть архив, он огромный, и я понимаю, что, чтобы разобрать даже свой личный архив, это нужно потратить очень много времени и сил. Вот. И, в общем-то, я пишу Вячеславу Мизину и прошу хоть одну фотографию с этого проекта. Ну, он занятой человек, он говорит, что ему нужно там что-то поискать. Ну, в общем, он очень-очень долго ищет, и у нас уже сроки поджимают. Я понимаю, что просто нужно отправлять в печать. Я пишу ему сообщение, Вячеслав, не ищите планшеты, отправленные в печать. Он говорит, а я вот только что фотографию нашел. И отправляет мне просто свою фотографию из Парижа. Ну, в общем, как-то в документальный блок фотография не вошла, но вот я решила ее в презентацию вставить. Человек искал, надо показать. Вот. Его довольное лицо в Париже. И параллельно, собственно, вот с этой подготовкой именно выставочного блока, документального, мы делали, ну, такие архивные подборки в социальных сетях. Здесь можно было просто увидеть какие-то фотографии, как проходили события, и в том числе, вот как раз эти воспоминания, которые мы собирали, мы публиковали. Они, как бы, довольно такие объемные, то есть они в, ну, в Телеграме в виде текста есть. И вот Наташа Юдина, томская художница, которая, ну, все годы сотрудничала с филиалом, сделала там несколько персональных проектов. Она специально, в общем-то, для нас написала несколько текстов, которые как раз касались вообще и открытия еще филиала. Вот с самой идеей, когда в Томск приезжали разные важные члены современного такого сообщества и обсуждали, нужно ли, в общем-то, открывать сибирский филиал в Томске. В общем-то, такие, ну, как-то, подготовка к выставке нам помогла собрать очень-таки редкие, интересные воспоминания. Вот. И переходим уже, собственно, к, наверное, к самой выставке. Вот это 9 художников, которые сделали 10 проектов к юбилейной выставке. И понятно, что у каждого художника сложились очень разные такие отношения с филиалом. Вот. Вот Наташа Юдина там делала 10 персональных проектов. Не знаю, Дамир Муратов участвовал в одном, но в суперзнаковом, таком, как Соединенные Штаты Сибири. И вот получилось, собственно, собрать в одной выставке художников разных поколений. У нас есть даже, кстати, вот в основном все сибирские, да, и один нижегородец Евгений Стрелков, который тоже довольно тесно сотрудничал с филиалом. И даже получилось какую-то проследить такую очень нестабильную связь поколений между поколениями сибирских художников. Вот. Здесь не все работы, потому что Вячеслав Мизин Евгений Иванов из Новосибирска очень долго присылали свои произведения, поэтому их не отсняли студийно. Вот. И здесь можно увидеть и проекты «Малыши по 17-22» и Василия Слонова, Николая Саева, Наташа Юдиной, Дамир Муратов. И, в общем, это как бы такие люди, для которых филиал играл большую роль в жизни и в искусстве. Вот так выглядела наша экспозиция. Там было 10 кубов, и каждый куб – это тоже отсылка к вот этому белому кубу пространства сибирского филиала. Вот. И, конечно, отдельная часть, ну, моя как куратора, это работа с художниками. Вот. Как-то мне впервые, впервые я работала с художниками и с представителями сибирско-виронического концептуализма и Муратов-Слонов. Это для меня была, в общем-то, такая новинка. Вот. И такой новый опыт. И, конечно, в процессе как-то всплывало много разных историй и воспоминаний, связанных с филиалом, что как бы тоже, ну, сохранилось там, не знаю, в общении, в звонках. Вот Евгений Иванов мне регулярно звонил и вспоминал какие-то истории, как он приезжал в Томск. В общем, все мне рассказывал, и, в общем, это было так довольно приятно. Ну, вот. И вот, в итоге мы открыли выставку. К нам приехали все представители всех филиалов Пушкинского музея. Вот. Это было, ну, для Томска, на самом деле, очень важно. Многие были впервые. Мы все встретились, познакомились. К нам приехала Елизавета Станисловна. В общем, чем вызвала невероятный фурор в городе. Вот. Теперь у нее просто фанатская база здесь сформировалась. Вот. И, я, кстати, не сказала, что Куб спроектировал Николай Исаев, вот, собственно, специально для выставки. И в итоге, в конце, вот хочу сказать, что, ну, мое такое кураторское ощущение, что эта выставка стала вот какой-то точкой в истории сибирского филиала, как ГТСС и Росизо. И мы как будто бы все-таки сделали шаг вот в Пушкинский, потому что, ну, как-то, вот без этого перехода трудно было понять, где мы, что мы, что происходит, ну, как бы, часть чего мы, вот. И вот тут как-то, ну, прям вот это событие, оно помогло нам, ну, перешагнуть в какой-то новый этап. Вот. Спасибо большое, Луке, за это вдохновляющее выступление и вообще за это вдохновляющий проект, потому что подобные выставки, архивные, исследовательские, которые показывают какую-то такую ретроспективу событий, о которых уже многие даже и забыть забыли, поднимают их и актуализируют. Мне кажется, это вообще самое, самое привлекательное и ценное, что может быть лично для меня, я думаю, для многих людей, кто занимается историей искусства и актуальным процессом. Очень здорово, большое дело. Спасибо вам. Здорово. Спасибо еще раз. И хочу передать слово Сергею Данилину, координатору Центра современного искусства, сияния в апатитах. Он расскажет о том, как рождается архив у нас на глазах, из чего может он состоять и вообще какой-то, может быть, проективной даже модели того, каким может быть институциональный архив у только зарождающего Центра современного искусства. Сергей, пожалуйста, Собственно, отвечу на вопрос сразу. Трудно. Можно заканчивать презентацию. Значит, у нас довольно такая большая работа ведет о Центре. Вот. Собственно, чуть-чуть про Центр я расскажу и, собственно, перейду к архиву. У нас, как бы, как такового мегаархива нет, но мы потихонечку подходим к этому и плавно-плавно скромными шагами движемся. Вот. Ну и, собственно, Центр, да, был образован в 20-м году в апатитах Андреем Малаховым. Вот. Собственно, наша, да, миссия — это вовлечь в диалог о современном искусстве и культуре, да, жителей города Заполярья и также приезжающих туристов, которые к нам постоянно, да, сейчас курсируют ввиду того, что у нас потихонечку произошел так называемый поворот на север. Всем стало интересно, что происходит в Арктике. Вот. И все смотрят, изучают, знакомятся. Вот. Надо, да, тоже понимать, что апатиты — такое место интересное, да, как бы в ядре города лежит Наукоград, ну, как бы Кольский научный центр, точнее, да, апатиты являются, собственно, в каком-то смысле Наукоградом. Там сейчас 11 действующих институтов, плюс есть полярная опытная станция Всероссийского института растеневодства, отдельно действующий ботанический сад. Вот. Все эти, собственно, ребята занимаются исследованием всего и вся на Кольском полуострове и не только. Вот. Ну, и, собственно, это тоже как бы такая наша, скажем так, база, которая тоже определенным образом складывала культуру города. Вот. И, собственно, ввиду этого, да, мы как бы сейчас я расскажу про то, чем мы занимаемся в городе. Вот. Собственно, мы стремимся, да, узнать побольше о том, что происходит. Я обычно инициирую какие-то очень такие приятные, легкие форматы в духе прогулок по городу вместе с жителями, где мы узнаем о каких-то местах, которые там потеряли, там, например, свое значение. Это может быть какие-то старые рестораны, которые теперь превратились там в офисы банков или там здания детской музыкальной школы, которая тоже стала офисом банка неожиданно. Вот. Собственно, благодаря таким прогулкам мы, собственно, повскрывали разных легенд. И я провел с жителями такой интересный формат просто мозгового штурма, где мы под шампусик, собственно, накидывали список всяких интересных легенд, историй, событий. Вот. Ну и, собственно, я отфиксировал пока для себя там, да, какой-то лист просто с выписанными позициями. Вот. Ну, собственно, на самом деле там повскрывались разные интересные истории, типа там камень, который заложен в 1967 году. На этом камне, собственно, выбита надпись, что здесь будет установлен памятник геологам. Памятник геологам, собственно, до сих пор не появился. Но есть камень. Тоже хорошо. Собственно, дальше, как бы, логичное продолжение уличной какой-то истории с прогулками. Это, собственно, история с монументальным наследием, которым мы в городе занимаемся. Его очень много. Это брельефы, мозаики, экзоцветные вывески. Собственно, в Апатитах был помимо, помимо научного, да, центра, ну, научный центр продолжает действовать, а был такой, на замечательный еще 300 Апатитстрой, который занимался, собственно, застройкой всего южной части Кольского полуострова. И там было множество разных цехов, в том числе цех, который занимался производством неона, вот, который тоже развешивали, собственно, опять по всей Мурманской области. Вот, но в Апатитах сохранилось больше всего каркасов. И, собственно, под руководством Михаила Князева, который является тоже нашим таким арт-директором и руководителем данного направления, еще при помощи местного художника Феди Мухамедшина, потихонечку, потихонечку в городе восстанавливают разные работы. Вот на фотографии вы видите, барельеф, как я его называю, барельеф-основателем. Он был, он не состоит ни в каких, собственно, архивах, он не признан каким-то наследием. И более того, барельеф без названия, собственно, до него на этом месте висело огромное лицо Ленина. Вот, его в 72-м году убрали и сделали вот этот барельеф. Вот, и, собственно, его пока никуда не внесли. И одна из таких тоже задач у меня в пометочке на будущее, что нужно эту оплошность исправить. Вот, ну и, собственно, продолжая, да, историю, есть еще в городе огромное количество мозаик. Их порядка 15, это только те, которые видимые, большие, плюс еще куча маленьких, плюс на предыдущем слайде, там, здесь посмотреть, слева внизу, это тоже мозаика, но ее сделал уже как раз Федор Мухаммедшин, он тоже художник-мозаист, поэтому, собственно, он занимается вот этим направлением, связанным с мозаикой. Вот мозаика на школе номер 15, она сейчас чуть лучше выглядит, потому что мы ее отреставрировали, и там была тоже война, у нас есть, собственно, там компания ФосАгро, которая делает свои школы, превращает школу в свою, оббивая ее мрачным сайдингом, ну, не мрачным, а очень ярким, цветные, желтые, зеленые, синенькие, квадратики, очень красиво, вот, и, собственно, у нас была такая тоже долгая работа с ними, чтобы убедить их, что нужно оставить, собственно, в этом сайдинге вот это окно с этой мозаикой, и они его оставили, вот сейчас все в порядке и живет, вот, а справа мы видим тоже такая мозаика, она еще, к ней никто не прикасался, но там, насколько мне известно, там довольно сложная технология, мелкая такая крошка, и не факт, что мы это можем спасти, но мы это заархивировали в любом случае, то есть у нас есть фото, собственно, Даниила Айненкова, который гулял по городу и отфиксировал всю эту историю. Вот, собственно, газосветные вывески, тут тоже, это полностью руководит направлением Михаила Князев, здесь, собственно, это работа с симуляторингом советским, это настоящий трушный неон, все стеклянные трубки с газом, чтобы прям было, как было, вот, и, собственно, тоже предварительно ведется работа, когда узнается, как было, вплоть до цвета деталей, собственно, по мнениям очевидцев и комментариям, собственно, собирается нужная конструкция, то есть, сами каркасы, они есть в городе, и, собственно, готовятся только трубки, которые в эти каркасы вставляются. Вот, и таких сейчас «Заполярье кулинария», есть на кинотеатре «Полярный», она, к сожалению, не светится, потому что кинотеатр пребывает в стадии убытка и не может себе позволить включить автомат, и сейчас, прямо сейчас ведутся работы по монтажу еще одной газосветной вывески к магазину «Дружба». Собственно, ее вообще просто спилили когда-то, и тут это, как бы, цикл полного восстановления. Вот. Дальше. Собственно, как мы ведем свою архивацию. Касательно современного искусства, монументального искусства, мы сделали вот такой путеводитель, в котором, как бы, сконцентрировали все наши знания на момент прошлого года о том, что в городе есть. Вот. Этот путеводитель, собственно, он лежит у нас в гостинице «Санаторий Изавелла», где располагает центр. Любой может прийти, взять и, собственно, отправиться в, собственно, такую маленькую экспедицию по городу и посмотреть, что есть. Вот. Тут еще второй, это, собственно, путеводитель по этим городку вместе с Олей Зайцевой, делали тоже жители города, проводил лабораторию. У нас есть, собственно, при Кольском научном центре, есть Академгородок, это маленькие уютные домишки, и, собственно, мы с ботаниками, тоже там, с ботаником Евгением Боровичевым, директором, собственно, ботсада, ходили и смотрели, какие растения зимой там есть, как они выглядят, и, собственно, тоже он рассказывал про историю засадок. То есть, надо понимать, что ботанический сад, ой, Академгородок, это оранжерея под открытым небом. То есть, там, по сути, собрано множество разных интеллектуальных сортов, очень много из Сибири, кстати. И, собственно, путеводитель выглядит приблизительно так. Есть маршруты, желтый маршрут поведет по современному искусству, красный маршрут по монументалке, ну, и, собственно, в синем мы отметили просто тоже разные важные какие-то места, которые мы считаем важным посетить в городе. Вот. Дальше. Работа с локальным художественным сообществом в, значит, в 90-е, в 91-м, по-моему, году открылась, нет, в 93-м, открылась первая частная галерея в Заполярье. Она называлась галерея М. Это, собственно, Содружество художников, которое под меценатством одного бизнесмена смогло получить свое пространство, где регулярно проводились выставки современного искусства. Вот. Собственно, опять же, про многие из них выходцы из Кольского научного центра, да, и, собственно, том наследие, которое ученые, да, оставили нам, как бы, в виде прокращенного довольно художественного сообщества. Вот. И Марина Пугина в 22-м году, в 21-м, в 22-м она приезжала и исследовала, собственно, это сообщество, их историю, документировала, брала интервью, вот, и в итоге собрала такую вот интересную выставку по титулу «Локальные истории искусства» на слове 90-х, где, собственно, были показаны работы в основном времен Пуча или около того. Вот. И, собственно, как себя, да, чувствовали художники, которые находятся не в Москве, да, где-то в глубине Кольского полуострова, и как, собственно, они проживают, собственно, тоже этот опыт перемен больших, и здесь, собственно, все это зафиксировано. Вот. Был такой мрачный уголок это на нижней фотографии, там прям такие жесткие работы. Помимо просто самих работ были еще видеохроники тоже собранные с камер, как они тусовались, открывали выставки, вот, и одновременно с этим еще транслировались видеохроники, собственно, новостей, которые параллельно, собственно, с их тусовками, да, происходили на телевизоре. Вот. И также у нас есть работа по, скажем так, по проработке, да, памяти наших жителей города. вот, вот, здесь была лаборатория «Вспомни город» с командой Музея современного искусства Перм. Вот, вверху, видите, там такие тряпичные панно в окнах вставлены. Вот, собственно, это одна часть. Здесь, как бы, да, ребята из Перм, они приезжали и прорабатывали истории, воспоминания, собственно, пожилого поколения, да, нашего города, и, собственно, интегрировали их в практике современного искусства и, как бы, на базе их воспоминаний вот из этих полотен, это, как бы, породы камней, да, которые вызывают какие-то приятные воспоминания, ассоциации у участников лаборатории. Вот, и еще была серия работ с крышечками Жаккарты, извините, пожалуйста, я что-то забыл про нее, и я не вставил слайд. Вот, но можно посмотреть у нас, собственно, на сайте и в сетях социальных. Значит, и сейчас вот только что прошла работа «Корни и листья» совместно с Машей Обуховой, там тоже мы работали с текстилем и прорабатывали семейную травму, и каждый по-своему делал, вот, тоже эти работы заархивированы. Вот, дальше у нас, собственно, мы тоже фотографируем и собираем, да, уличные работы, пабликарт, собственно, Ваня Нэнти, Ян Посадский, все работы, вот что важно для нас тоже, опять же, мы стараемся художника, как бы, направлять в сторону какого-то локального контекста, да, то есть у Ваня Нэнти, например, да, туристы, если вы Ваня Нэнти работой видели, он обычно вообще черно-белый, довольно такой, сдержанный, здесь, как бы, такая, можно сказать, цветастая работа для Вани, вот, собственно, здесь это туристы, они в горах Хибинах, это старые марки и открытки, которые, собственно, повесят, посвящены нашему локальному, да, контексту, у Яна Посадского, очки Эйхфельда, собственно, Эйхфельд, это первый директор Пасвира, а на вот этих синих бочонках, собственно, изображены экспедиции первых геологов, которые ходили, и, собственно, благодаря чему весь замес у нас начался, вот, Леша Щеголев, «Путешествие за камнем», это, собственно, книга академика Ферсмана, она, собственно, Ферсман, тот самый первый геолог, минералок, который обнаружил минерал Апатит, который, камень плодородия, и, собственно, из-за чего началось огромное развитие производства у нас на райончике. и Майдан Савулова с работы «Сияние» проживала определенный творческий, скажем так, взрыв у нас, находясь. Вот, плюс у нас проходит регулярно программа, у нас, собственно, от резиденции, к нам приезжают художники со всей России, и мы тоже потихонечку коллекционируем, собираем какие-то работы, которые не передают нам в дар, вот, собственно, вот здесь для примера, Антон Яковлевский, Миша Добровольский и Алеша. Вот, собственно, пока что у нас это довольно скромный тоже набор, который умещается на одной маленькой полке, вот, и, но он потихонечку растет, и мы, собственно, тоже там фиксируем, фотографируем и вносим эти тоже работы на сайт. Вот, ну, и сейчас тоже там появилась плавная такая практика, когда патитские художники какие-то передают нам свои какие-то работы, что-то нашлось на квартире, лежало долго, умер отец, условно, там, или еще что-то произошло, и вот высвободились какие-то работы, они их привозят, вот, мы как-то экспертно не оцениваем, просто принимаем и пока на такую передержку, вот, но к систематизации пока этого наследства мы не пришли. Вот, ну, наверное, у меня все. Спасибо большое, Сергей, за ваш доклад, и, ну, действительно, институция молодая, и уже впечатляет столько направлений деятельности, и такие результаты, активное вообще включение к местному контексту, очень здорово. Спасибо большое вам за сообщение, думаю, для многих это место открылось. Я хочу напомнить нашим слушателям, кто сейчас вместе с нами, у вас есть возможность задавать вопросы нашим докладчикам, как всем, так и конкретно касающиеся какого-то определенного сообщения и материала. Есть в верхней панели, там такой значок с вопросиком, вот можно в этом разделе вопросы письменно формулировать, задавать вопросы, мы к ним обратимся чуть позже, когда выслушаем все доклады, и обязательно ваши вопросы прозвучат, и мы постараемся на них ответить. Сейчас из апотитов предлагаю переместиться в Новосибирск, и хочу передать слово Инне Австроменской, директору ЦК-19, тоже очень любопытная и самобытная институция, занимающаяся современным контекстом. Инна, пожалуйста, о вашем опыте расскажите нам, вам слово. Добрый день, коллеги, я директор Центра культуры ЦК-19, мы являемся в муниципальном бюджетном учреждении культуры мэрии города Новосибирска, и мы тоже молодая институция, мы собственно начали свой путь в 2019 году, когда нашим учредителям мэрии города Новосибирска, а конкретно Анна Васильевна Терешкова, которая знакома многим из присутствующих, была поставлена задача реформировать городской Центр изобразительных искусств ГЦИ, где до 2018 года находилось выставочное пространство Союза художников. Мы провели эту работу, и собственно с сентября 2019 года мы стали ЦК-19, который расшифровывается как Центр культуры, ценность контекста, цель коммуникации. Собственно в этой расшифровке заключены наши основные задачи, которые мы себе наметили, и в своей работе мы решили ориентироваться на работу не просто с известными какими-то мастерами, хотя эта работа тоже ведется, но и в первую очередь с молодыми художественными, с молодыми художниками, с самоорганизациями. И собственно почему возникла поставили такую задачу, потому что Новосибирск при всем, при том, что это огромный город, где проходит активная культурная жизнь, не было ни одной институции, которая бы занималась современным искусством. Собственно так мы и возникли. Вот. И мы, как все здесь присутствующие, в 2020 году мы присоединились к программе Музея современного искусства «Гараж» и начали собирать информацию, начали собирать материалы для онлайн-профор «РАН». Был совместно с сотрудниками «Гаража» был определен период, который интересен нам и им. Это современное искусство Новосибирска конца 80-х годов по наше время. И собственно вот здесь видны цифры. На сегодняшний момент на платформе «РАН» фонд К-19 представлен 568 документами, карточками. Он упорядочен, написан и собственно доступен для всех интересующихся тем, что происходило в Новосибирске. И в процессе работы над архивом, архивом у нас хочу сказать, что у нас институция не только молодая, но не очень большая. У нас нет отдельного какого-то отдела, который бы занимался только архивами. Архив у нас собирали в разное время и сотрудники ЦК-19, и мы привлекали дополнительно сторонних участников. Все они обучились предварительно в гараже, прошли курсы подготовки и работы с архивами. Собственно, много людей участвовало в этом процессе. И в процессе работы мы поняли, что на самом деле в Новосибирске нет ни одной официальной институции, ни одной организации, которая бы собирала архив современного искусства. То есть есть какие-то частные архивы, есть какая-то документация людей, которые, может быть, были участниками тех событий, но даже не все к этому серьезно относятся и не считают это какой-то ценной информацией, ценными материалами. Поэтому мы решили, что классно, конечно, иметь электронный архив, но было бы здорово, если бы мы начали собирать бумажный архив, какие-то вещественные артефакты культурной жизни Новосибирска. И вот благодаря поддержке Музея современного искусства «Гараж», мы оборудовали специальное пространство, вот на фотографии внизу видно, у нас есть такой кабинет, который объединяет в себе архив и библиотеку, закупили специальное оборудование и начали собирать собственно уже не только электронный архив, но и бумажный архив. То есть источниками пополнения нашего архива в первую очередь стали материалы, которые нам подарили владельцы этой документации в процессе подготовки и оцифровки информации для РАН. То есть кому-то мы это вернули, кто-то сказал, что раз вы будете собирать архив, то оставьте это себе. Вторым источником стали материалы, которые нам передавали уже непосредственно художники. После презентации этого архива нашего увидели, что мы серьезно решили подойти к вопросу. У нас есть специальное пространство, есть специальные условия для хранения. И нам активно понесли какие-то работы, плакаты, афиши, видеоматериалы. И вот на фотографии посередине вы видите известного художника Константина Скотникова, участника группы «Синие носы», который передает в дар нашему архиву свои материалы. кстати, сказать можно, что Константин Арнольдович, наверное, одну, наверное, треть нашего бумажного архива, который на сегодняшний момент имеет ЦК-19, собственно, переданный Константином Скотниковым. И вот буквально недавно у нас прошла персональная выставка его, на которой представлялись, было представлено около ста, по-моему, графических работ, были портреты представленные деятели культуры Новосибирской, наших современников, и после выставки эти работы все Константина Арнольдович передал ЦК-19 в наш архив. Поэтому у нас уже есть не только документация, но и какие-то произведения художников. Ну и еще одна часть, которая составляет наш архив, это, собственно, уже история деятельности самого ЦК-19, и здесь как пример материалы нашего первого проекта, когда мы впервые выступили как ЦК-19, это фестиваль 48 часов в Новосибирске, я думаю, все присутствующие о нем слышали, может быть, кто-то был на нем. Это первый фестиваль, который прошел в 2019 году, за который мы получили премию, мы и наши коллеги ГИОТ-институт получили премию инновации, и, собственно, вот такое начало нашего архива уже ЦК-19, то есть нашей настоящей жизни. Дальше. Да. Ну вот здесь просто несколько цифр на сегодняшний момент, то есть электронный архив у нас хранится на диске, он практически весь описан, и бумажный архив представлен более 200 единиц хранения, и он находится в процессе систематизации, как я уже сказала, архив расположен в пространстве, где находится библиотека, и проходят различные публичные программы, и допуск к архиву имеют, то есть в свободном допуске он находится в электронном виде, а так к самому архиву мы допускаем только тех, кто профессионально этим интересуется, исследователи, кто пишет какие-то работы искусствоведческие, ну, то есть так, ну, и, собственно, главное, для чего мы этим занимаемся, то есть каким образом у нас архив используется, то есть у нас мы не являемся музеем, еще раз повторю, мы являемся центром культуры, и, соответственно, у нас нет ни коллекции, никаких фондов, поэтому нам, конечно, интересно, чтобы архив работал, был задействован как-то в нашей деятельности. И когда мы готовились к презентации архива на онлайн платформе РАН и нашего архива бумажного, мы решили, что недостаточно будет сделать просто презентацию, было бы хорошо сделать какую-то серию встреч с деятелями культуры, художниками, чьи материалы собственно присутствуют в нашем архиве. Здесь вы видите первую встречу, которая прошла с Константином Скотниковым, где он рассказывал о тех замечательных годах 80-х, 90-х, когда культурная жизнь в Новосибирске была очень активной, и появлялись интересные группы, какие-то просуществовали некоторое время, кто-то образовался и существует до сих пор, и собственно уже считается классиком современного искусства России, как, например, группа «Синие носы». И таких встреч у нас прошло порядка десяти встреч, на которых мы показываем материалы, которые есть в нашем архиве, показываем материалы, которые предоставляют участники просто для этой встречи. И с правой стороны еще показано еще один способ презентации нашего архива для посетителей. Это такие небольшие выкладки, то есть такие мини-выставки в витрине в помещении архива, где мы представляем ту или иную документацию. Ну и дальше я хотела бы показать несколько примеров выставок, которые прошли в ЦК-19 за эти несколько лет, где использовались материалы архива. То есть в этом году, в 23-м году мы решили, что несмотря на то, что бумажный архив в ЦК-19 не такой уж большой, как хотелось бы, но есть смысл показать уже то, что мы имеем, рассказать нашим посетителям, гостям города о культурной жизни нашего Новосибирска 90-х 80-х годов. И в этот архив, в эту выставку, мы ее назвали архивостроение, это была выставка исследования, в нее вошли семь проектов, ну выбирали мы их по принципу наиболее интересные и знаковые, и чтобы они максимально представляли весь диапазон направлений, какие были в то время. Но если вкратце сказать, то состояла эта выставка из газетных статей, из видеоматериалов, из буклетов, афиш, то есть все, что у нас, и фотографии, естественно, все, что у нас находилось в наличии, плюс еще наши партнеры, наши художники замечательные давали нам материалы для этой выставки, ну, в данном случае, вот я когда слушала коллег из Томска, я подумала, что как нам все-таки везет, потому что замечательные российские художники новосибирские, они по-прежнему живут в новосибирске, по-прежнему создают свои работы, и вот если говорить о Вячеслава Юрьевича Мизини, то он является сотрудником ЦК-19, и, конечно, когда есть необходимость, то предоставляет какие-то материалы своего личного архива нам для выставки, здесь у нас, конечно, какое-то некое привилегированное положение, вот, и, собственно, он был одним из кураторов этой выставки, и здесь представлены, ну, самые-таки яркие проекты, внизу, во втором ряду, справа, это афиши, известные, многим, я думаю, группы «Нуклеар Лось», это их совместный проект с видеохудожниками над ними, это как раз проект 1999 года, трехдневное заточение 12 художников в бомбоубежище, которое называлось «Убежище вне времени», собственно, там появились синие носы, вот эти синенькие крышечки от бутылок, и там впервые прозвучало это сочетание, и, собственно, оттуда родилось название группы, которую я теперь знаю, не только в России, но и за рубежом. Дальше, еще одна выставка, которую тоже мы использовали, материалы нашего архива, «Л-130», это выставка, посвященная Лисицкому, как это ни странно, но, наверное, не все знают, что у Новосибирска есть такая достаточно интересная связь с этим известным нашим великим авангардистом. во-первых, в послевоенное время, в послевоенное время, Новосибирь стал единственным городом, где состоялась выставка работы Лисицкого. А второй момент важный, что до сих пор наследники Лисицкого живут в нашем городе. И, собственно, в 2020 году, когда отмечался юбилей Лисицкого, мы решили сделать выставку посвящения некий омаж великому авангардисту. В 2020 году, к сожалению, год был пандемийный, не получилось, поэтому мы ее сделали в 2021 году. И в ней, как видно на слайде, не были представлены работы Лисицкого, но Вячеслав Юрьевич Мизин, который как раз являлся куратором этой выставки, он провел такую исследовательскую работу, каким образом образы Лисицкого оказали влияние на искусство вообще, ну и конкретно на архитектуру, дизайн и так далее. Вот здесь представлены подборка, как красный клин Лисицкого используют до сих пор многие дизайнеры и художники иногда совершенно в каких-то абсурдных ситуациях, работы из коллекции группы «Синие носы» и вот в нижнем левом углу это представлены планшеты с архитектурными проектами. Это проходил в Новосибирске в 2012-2013 году архитектур международный фестиваль, посвященный Эль-Лисицкому, мир Эль-Лисицкого. И вот эти материалы были представлены. То есть выставки использовались архивы ИЦК-19 и архивы «Синих носов», плюс архивные материалы, которые мы брали у других организаций. Еще одна выставка, которая состоялась в 2019-м году, когда у нас архива еще не было, когда мы еще не начали свое сотрудничество с Музеем современного искусства «Гараж», но я могу сказать, что когда велась работа по реформированию ГЦИ, уже тогда мы, строя планы на будущее, говорили о том, что совершенно необходимо в той или иной форме начинать собирать архив. И вот эта выставка, она такая сработала на опережение, эта выставка одной ногой в музее «Почему монстрация такая?» Ну, все знают, что Артем Лоскутов родом из Новосибирска, и монстрация родилась, собственно, в Новосибирске. И в 2019-м году прошла последняя монстрация в нашем городе, и выставка состояла из двух частей. То есть первая часть такая историческая, где были представлены фотографии и видеоматериалы о монстрации в различные годы в Новосибирске, и монстрация, которая проходила в других городах, которые активно поддержали это движение. А также материалы художественных акций, которые проходили задолго до монстрации. Первая монстрация прошла в 2004 году, а в 1900-м году проходила художественная акция Лента Стёбиуса, когда новосибирские художники с ироничными плакатами прошли по всему Красному проспекту. Поэтому корни у монстрации серьезные, основательные. Собственно, первая часть была такая историческая, а вторая часть это плакаты, которые бы участники пронесли во время монстрации по Красному проспекту, а потом было предложено им принести их в ЦК-19. Из них была создана экспозиция, и, собственно, вот на этих фотографиях вы можете видеть такую выставку, которая замечательная, которая получилась. Ну и частично эти материалы, конечно, тоже находятся сейчас уже в архиве ЦК-19. И еще одна выставка, которая тоже прошла в этом году, образ жизни Андрея Курченко. Андрей Курченко, это один из художников, материал о котором находится в онлайн-партфолме базе РАН в фонде ЦК-19. И в процессе, опять же, работы и сбора материала оказалось, что он такой человек, художник, очень такой многоплановый и многое что делал за все эти годы, но, как выяснилось, у него не было никогда никакой персональной выставки. Ну, отчасти, наверное, еще потому, что он сам говорит, что искусство, оно существует в моменте, и поэтому все, что случается завтра, это уже совсем другая история. Вот. И, собственно, мы решили сделать выставку архива этого художника, где были представлены и видеоработы, и какие-то объекты, проходили инсталляции. Один зал мы отдали под лабораторию, где приходящие посетители сами становились участниками, создавали экспозиции вместе с автором и участниками перформансов. То есть, ну, это вот четыре примера того, как работает архив ЦК-19 и как мы его активно используем в нашей работе. Если говорить о каких-то межинституциональных коллаборациях, то такой опыт у нас небольшой, но вот буквально несколько месяцев назад мы представляли архив Музея Площадь Мира. Как раз у нас была замечательная выставка «Паблик для публики». Вот. Наш архив мы пока... У нас никто его не запрашивал, пока мы ему никому не давали. Но я думаю, что если у какой-нибудь институции, у коллег возникнет желание создать какой-то совместный проект, то это будет замечательно. Ну и, собственно, зачем мы собираем архив? Как я уже говорила, что задача есть сохранить документацию, какие-то артефакты тех замечательных событий, которые активно проходили в Новосибирске, зафиксировать это, оставить, потому что мы считаем, что очень важно, чтобы это было именно муниципальное учреждение, потому что частные архивы существуют, но как бы это все достаточно так... Захочет человек их кому-то показать, не захочет. Это все ненадежное дело. Поэтому мы решили, что все-таки муниципальное учреждение, как бы оно ни называлось, кто бы здесь ни работал, но если этот архив существует здесь, то он все-таки, у него гораздо больше шансов остаться в истории и дать возможность будущим поколениям уже представлять на основе какой-то документации, на основе каких-то артефактов, что происходило в нашем городе и знать наших художников, узнавать. Ну, а наше будущее... Ну, я уже сказала, что у нас нет специального отдела. На сегодняшний момент у нас даже нет архивариуса. Но в любом случае такой у нас сейчас процесс осознания и понимания, каким образом нам дальше двигаться. То есть совершенно точно мы продолжаем собирать архив. У нас такие большие планы, в том числе и касаемо выставок. Но не являясь музеем и не имея хранения, у нас еще такой большой вопрос, который мы сейчас для себя пытаемся решить, каким образом нам его... То есть мы архив описываем, но каким образом нам его зафиксировать и... Ну, пока, в общем, непонятно. Если у коллег есть какой-то опыт, будем очень признательны, если вы им поделитесь. Так что у нас сейчас тоже такой процесс немножко осмысления и понимания, как нам дальше двигаться. Спасибо большое, Инна. Спасибо большое за доклад. Вот вы упомянули такую привилегированную вообще сторону вашей деятельности, близость художников и то, что действительно дотянуться до истории, до их архива очень легко и просто, потому что они вот здесь рядом, и вы используете этот ресурс. Это действительно очень хорошее и верное направление, на мой взгляд, комплектование. Я хочу сейчас передать слово Дарье Коноваловой, главному хранителю студии «Тихо» из Нижнего Новгорода, и она как раз нам расскажет тоже о том, как они работают с архивами художников, которые оказываются очень даже близко к ним, поскольку и являются основой их самоорганизации. Дарья, пожалуйста, вам слово. Сначала я думаю рассказать немного о студии, как она, собственно, возникла, в паре слов. Студия «Тихо» возникла на базе мастерской, которая тоже называлась «Тихо», в честь улицы, на которой, собственно, она возникла. В 2015 году компания художников арендовала помещение на улице Ульянова 4Б, которая сейчас называется улица Ульянова, и они стали вместе заниматься искусством, в том числе уличным искусством, стрит-артом. Коллектив со временем менялся, и впоследствии он уже стал таким устоявшимся, и на базе как раз этого коллектива в прошлом году мы открыли нашу институцию. Теперь есть не только художники, теперь у нас есть также команда, и у нас есть четыре этажа. Самый верхний архив, самый верхний этаж это мансарда, там у нас сейчас есть резиденция для гостевых художников, также у нас есть второй этаж, здесь ребята как раз занимаются искусством, это используется сейчас как мастерская для художников, есть первый этаж, на котором мы делаем выставки, и цокольный этаж, там у нас находится открытое хранение, и в том числе архив. Архив студии Тихая, вот здесь мы можем видеть фрагмент архивного шкафа, как у нас все хранится, мы благодаря гранту гаража смогли закупить все необходимое оборудование, бескислотный картон, и все в процессе систематизации частично уже разобрано. Какие у нас особенности нашего архива? У нас все разделено на личные архивы художников и архивы друзей студии. Вот, собственно, я сделала такую схему, чтобы, может быть, было немного понятней. Здесь есть личные архивы художников в студии, есть материалы по текущим проектам и архивы друзей студии. Все это попадает к нам, собственно, в мои руки, и я занимаюсь уже описью, оцифровкой и систематизацией этих документов, и в итоге они делятся на материалы на цифровых носителях, которые я загружаю в ран, и храню на жестких дисках. Также у нас есть физический архив, который состоит из временного хранения. Это, собственно, архивы ребят, которые они в материальном виде нам временно передают, для того, чтобы мы, собственно, их оцифровали. Также у нас есть постоянное хранение и переход в собственность студии. Это если художник хочет передать какие-то материалы непосредственно студии, чтобы мы это не... ему не возвращали, и это уже не являлось частью его личного архива. После того, как мы все систематизируем и описываем, мы можем вернуть художнику его документы, но получаем права на показ электронных копий этих документов. И вот, собственно, из чего, из каких архивов все состоит. У нас есть архив Артема Филатова. Это самый систематизированный архив. Он очень большой, он состоит из электронного архива, который систематизирован по годам. Есть эскизы работ, также неудавшиеся копии тиражных произведений, которые тоже у него все аккуратненько сложены по папочкам. Также есть подарки других художников, которыми они обменивались с другими ребятами. И что еще интересно, Артем также занимается сортировкой мусора, чтобы его сдавать, чтобы все было экологично. И он часто находит разные эскизы, записки, ребят, какие-то работы, которые, может быть, художники считают, что не получились. Он это откладывает, потом проходит время, он показывает, говорит, «Привет, смотри, ты тут выбросил пару месяцев назад вот этот эскиз, он тебе нужен, ты не против, если я его заберу в архив?» Конечно же, художники не против. И это тоже все аккуратненько складируется в отдельную коробочку. Также Артем хранит все статьи, все проекты, которые где-то печатались, все публикации и книги, какие-то печатные издания. Все это тоже у него есть. Есть отдельная вот такая коробочка с фотографиями, есть с открытками. Также у него очень много скетчбуков, которые он сохранил. Поэтому из архива Артема очень много информации можно брать, можно сверять какие-то факты. И, собственно, с его архива и разбора вот архива Артема и для подготовки книги «Краткая история Нижегородского уличного искусства» и возникла идея самого архива студии. Еще один крупный архив, который к нам попал, это архив Василия Рогозина. Василий – это друг студии, друг художников, который в 2010-е года очень их поддерживал и являлся таким своего рода адвокатом уличного искусства в Нижнем Новгороде. Он представлял, ребят, директорам музеев, каких-то площадок для того, чтобы все стали воспринимать уличное искусство всерьез и не считать это, что это просто что-то временное. Вот. И, собственно, про архив Василия. В прошлом году, весной, мы стали замечать, что в запрещенной социальной сети появляются фотографии разных ранних работ, ребят, каких-то эскизов, зарисовок. И оказалось, что наш коллега из Арсенала, Саша Курицын, занимается отправкой личных вещей Василия Рогозина за границу, поскольку Василий переехал. И мы оперативно связались с Василием и попросили у него на время для цифровки и разбора его архив, потому что мы поняли, что он крайне ценен и там есть работы, которые вообще нигде не сохранились и какие-то свидетельства бытовой жизни, в том числе художников студии. Поэтому мы все-таки смогли уговорить Василия на это. Сложность была в том, что машина отправлялась уже на следующий день, утром, и нам нужно было как-то оперативно договориться с Сашей о том, чтобы все это взять. Он же, когда собирал вещи, не делал никакую абсолютно сортировку, таким образом к нам попали также личные вещи Василия, то есть это могло быть все абсолютно что угодно, могли быть джинсы в перемешку с какими-то эскизами и документами. Вот, нам удалось заполучить этот архив и, собственно, в процессе его разбора у нас возникли такие достаточно сентиментальные чувства, у меня в том числе, это все было крайне мило, там было очень много личных записок, и у нас появилась идея сделать архивную выставку, и уже летом прошлого года, в августе, мы открыли выставку 322-62Б, это была наша первая архивная выставка, там участвовали документы из архива Василия, и также нам удалось как раз зацепить много архивов художников и таким образом составить выставку, которая давала стороннему человеку понимание, как все было устроено внутри коллектива, и что, собственно, являлось причиной того, что сейчас мы имеем студию, целую самоорганизацию. Вот, собственно, фотография того, как выглядит одна из архивных папок, то есть здесь есть материалы, которые систематизированы по типу, по размеру, и в папку прилагается опись с размерами, с названием работы, если она есть, автором, и какие-то пометки, касающиеся сохранности, поскольку я изначально хранитель и работала в госмузее, все это мне очень знакомо и очень комфортно составлять эти описи. Это архив Антона Морокова, он в основном состоит из подаренных работ, которые на ребята, как я говорила, обменивались, очень много открыток самодельных, также у Антона есть собственные ранние произведения, эскизы, и в архив студии он передает копии тиражных работ, которые он делает в настоящее время. Также вот есть визитка коллектива Мадлхуд, который тоже организовали ребята и занимались уличным искусством там с 2014 года. Архив Владимира Чернышева, он состоит, что самое интересное, у Вовы есть очень много сохранившихся писем, и когда он учился в институте, он переехал в Питер и потерял такую непосредственную связь с ребятами, но она поддерживалась посредством вот такой бумажной переписки. И это очень трогательные письма, которые сделаны в такой абсолютно хаотичной форме, есть какие-то, даже есть меню пивного ресторана, на котором Федор Махлоюк отправил ему письмо, также здесь есть самодельная открытка Артема Кедр, тоже с очень трогательным описанием на обороте. Кроме этого, у Вовы есть эфемериды, у него есть электронный архив, систематизированный по годам, и, собственно, легко добывать из него всякую информацию, если что-то требуется уточнить, он всегда помогает это найти. Архив Якова Хорева, в основном он состоит из скетчбуков, здесь мы видим развороты скетчбука, который сделал самостоятельно Артем Филатов и подарил тогда ребятам в 2012 году. Каждый из художников заполнял его на свое усмотрение, кто-то почти не заполнял, и вот видно, как, собственно, Яша ведет скетчбуки, он делает часто там дневниковые записи, какие-то эскизы уличных работ или просто заметки. Есть фотография, вот самая левая, это как выглядит раскладка Яшиного архива, здесь я ему помогала все систематизировать по проектам, по годам, есть какие-то его ранние работы в том числе. также в прошлом году Андрей Дружаев передал нам свой физический архив, там много скетчбуков, также есть эскизы уличных работ, я очень радуюсь, когда удается найти эскиз уличной работы и, собственно, фотографию, как это выглядит уже на улице. Есть также разные ленд-арт проекты. архив Федора Махлуйка. Архив Феди включает в себя большое количество фотографий, которые были сняты на пленку, все эти фотографии он нам передал в виде пленок, мы их оцифровали и он передал их, собственно, в архив студии, мы можем ими пользоваться. Кроме этого, есть скетчбуки, эскизы уличных работ и вот слева я как раз совместила фотографию на пленку уличной работы и нашла у Феди эскиз этой самой работы. Также много подаренных открыток и работ художников студии, которыми тоже все обменивались. Что очень ценно в этом архиве, в нем есть не только фотографии процесса создания уличных работ, какие-то свидетельства бытовой жизни, это самое ценное. То есть на этих фотографиях видно, чем ребята занимались, как выглядело их пространство, тоже много можно чего увидеть и сделать какие-то выводы об атмосфере, которая царила там. Архив Андрея Ленева, он состоит в основном из копий тиражных работ, которые Андрей всегда передает студии, также книги художника и фотографии произведений у нас есть. Также в состав студии стали входить еще новые художники, к нам в прошлом году присоединился Иван Белов и Алексей Старков, кроме этого есть художница Лена Лисица и Александр Лавров, и они тоже передают свои работы в архив, вот здесь видно часть архива Лены Лисицы и справа Алексея Старкова. Алексей передает все в таких файликах, там обязательно распечатанные на принтере бумажечки вложены, что это такое, когда это сделано, описание этих проектов. И кроме этого архив студии постоянно пополняется материалами по текущим проектам студии и проектам ребят, которые проходят на других площадках в том числе. Вот. Спасибо, если есть какие-то вопросы, с радостью отвечу. Дарья, спасибо большое за прекрасный доклад. Мне кажется, нижегородские художники это воплощение порядка. Такие аккуратисты, все у них в архиве разложено, и это залог успеха. Я думаю, недавно, несколько дней назад мы обсуждали, почему уличное искусство в Екатеринбурге никак не описано, и нет ни одной книги, а вот в нижнем об этом пишут и следуют. Вот он ответ, потому что архивы в нижнем в полном порядке. Спасибо вам большое за вашу работу и за доклад. Я предлагаю перейти к вопросам от наших слушателей, их некоторое количество подкопилось, и первый буду зачитывать по порядку, как они появлялись. Первый вопрос от Анастасии Дергаусовой. Вопрос, я так понимаю, к Анастасии Тарасовой, адресован к первому нашему докладу, посвященному сети архивов. Что не удалось, не удается реализовать в рамках платформы РАН, и почему, что еще хотелось бы реализовать, кроме наращивания объемов материалов и географии, цифровизация архивов может быть, какие планы на будущее и образ идеальной платформы. Спасибо. Ну, да, есть, во-первых, международное сотрудничество, которое затруднено, да, это к вопросу, а что не удается там реализовать, но оно как бы удалось в таком-то формате, но хотелось бы еще, так сказать, но это сложный вопрос. Есть еще юридические ограничения, конечно, которые не способствуют работе, но это как бы знают все люди, которые с недавним прошлым работают и с современностью, что, допустим, есть какие-то материалы, которым нужно договариваться с правообладателями и так далее. Это как бы затрудняет целый процесс, зачастую не оцифровки, а доступно, как бы, делание этих архивов доступными сети, да, вот, то есть это такой процесс переговоров, вот, мы стараемся, ну, потому что у нас как бы, я так говорю, все мы, хотя это мои коллеги, как бы, которые, я имею в виду, в архиве гаража занимаются, вот, есть, у больших институций есть какие-то ресурсы для этого, да, то, допустим, у исследователей индивидуальных, да, не всегда это бывает и так далее, то есть это такие вопросы не, ну, где есть некоторое неравенство тоже, да, в количестве ресурсов, вот, и это может как-то, ну, замедлять, затруднять работу тоже, да, что-то хотелось бы реализовать, но мне кажется, что есть еще как бы такой момент, что копится то, что называется средними данными в таких проектах, вот, средний данный, такой термин, на Анастасии Буфчас-Моловской, лингвистике, которая с, как сказать, Digital Humanities работает, да, вот, и хотелось бы, может быть, какую-то часть накопленной информации уже визуализировать на самой платформе или других каких-то смежных проектах, или работать с исследователями и студентами, которые интересны такие, такого вида работы, вот, подцифровизацию я не очень поняла, что имеется в виду, потому что, если имеется в виду отцифровка, то она ведется всеми, в общем-то, участниками в той или иной степени, просто, опять же, это вопрос неравенства ресурсов, потому что, то есть, есть, например, материалы аналоговые, визуальные, видео и аудио, да, которые цифруются, как вы знаете, в режиме реального времени, например, да, и для того, чтобы обработать какой-то большой архив, нужно, во-первых, человек, который будет заниматься, во-вторых, кучу времени на обработку, да, и вот эти все вещи, они как бы, ну, то есть, эта цифровка ведется, но у нее есть некоторые естественные ограничения, связанные с ресурсами и со временем, да, про это нужно помнить, то есть, есть ситуации, когда люди описывают, например, там, в базе аналоговые архивы, но не могут сейчас приступить к тому, чтобы как-то эти материалы в цифровом виде были доступны на платформе, да, но уже сама опись, это уже хорошо, вот, это же тогда люди знают, где это искать, собственно, вот, поэтому мне кажется, что, в принципе, вот я очертила, и даже, ну, как бы, условно, здесь же заложен ответ на вопрос, какие планы, да, и образ идеальной платформы, потому что есть еще вот эти все аспекты, с которыми есть, ну, нужно работать, и, может быть, я еще бы сказала, что есть еще проблема digital born, так называемых, то есть, рожденных цифровыми материалов, да, для которых нет методифицированной методики работы, и все по-разному как-то справляются с этими задачами, но еще есть момент, как бы, одно дело сохранять эти материалы, а другое дело нам всем делиться этими материалами со следователем, да, то есть, что-то опять возникает и юридические, и политические, и всякие прочие ограничения, которые, и даже технические, да, потому что, как, например, предоставить доступ к сайтам, которые мы сохранили, да, мы сохранить это одно дело, а сделать эту среду какой-то доступной для работы исследователей, например, которые, там, не знаю, технически не подкованные, не могут сами там у себя развернуть этот сайт, да, то это вот вопросы, то есть, это есть вопросы, которые еще можно и нужно обсуждать. Ну, как-то так, все, я закончила, извините, что так долго, просто на все пять вопросов ответила сразу, которые там были внутри, да. Спасибо большое, Анастасия, недолго, нет, просто действительно объемные такие вопросы, масштабные. Следующий вопрос тоже от Анастасии Дергаусовой, нашего внимательного слушателя. Вопрос к Луки по поводу выставки художники все помнят к десятилетию сибирского филиала, она продлилась недолго, есть ли в планах издание каталога этого проекта? Да, выставка была всего три дня, работа была проделано много, и мы планируем в каком-то виде издать или сохранить просто вот эту нашу документальную часть, вот, мы очень долго отходили, на самом деле, от самой выставки, поэтому еще, ну, прям так серьезно не думали, но мы думаем, что мы сделаем хотя бы какой-то, ну, такой небольшой буклет, может быть, чтобы все это сохранить, да, обязательно. Имеется в виду печатный буклет или печатный? Ну, печатный, да, хотела бы, конечно, сделать печатный, потому что понятно, что эта PDF-ка сохранена, и мы уже поделились ей с коллегами, у которых был, ну, как бы интерес более подробно прочитать, потому что все равно очень много текстовой информации на выставке, сложно вот столько потратить времени, чтобы все подробно прочитать, вот, как бы PDF-ка она есть, мы, ну, как бы делимся, вот, но очень хочется сделать печатный, мы вообще очень любим печатные документы делать. А вот в дополнение к этому вопросу, вообще, есть ли такая внутренняя, я не знаю, потребность написания каких-то исследовательских публикаций на материале собранном, такой запрос? Он есть, но недооформленный, наверное, еще, вот, потому что, ну, у нас не так много сотрудников, да, в филиале, и, в общем-то, ну, такой научной работой по большей части занимаюсь я, плюс, вот, сегодня много говорили про РААН, и я, как исследователь, тоже являюсь частью этого проекта, и я сейчас занимаюсь архивацией, современных томских художников, вот, у меня, как бы, 10 авторов, которых я архивирую, вот, поэтому у меня супер много вот этой архивной работы, но в то же время все взаимосвязано и пересекается, и как бы, ну, не исключено, что может в итоге получиться какой-то общий, ну, продукт, там, именно работ филиала, и, собственно, такой жизни и творчества вот современных томских художников, вот. У нас сейчас в Екатеринбурге тоже идет до сих пор продолжается выставка архивная, посвященная истории паблик-арты в Екатеринбурге за последние 25-30 лет, и я, в общем, мы столкнулись с моей коллегой, куратором Марьей Мандровицкой уральского филиала, куратором, с тем, что вот люди после того, исследователи, в общем, широкая публика после того, как они знакомятся с этими архивными материалами в формате экспозиции, выставки, им очень хочется какой-то, ну, аналитический какой-то обзор этого материала получить, и все ждут каких-то дальше исследований и публикаций, поэтому, мне кажется, это очень хорошее продолжение было бы для подобных проектов, вот то, о чем говорила Инна сегодня про новосибирские кейсы, и то, о чем говорили вы. Так, следующий вопрос к Сергею, такой немножко технический, от Елены Ивановой. Стеклянные трубки газосветных вывесок довольно хрупкие, их не вандалят? Вандалят их? Если да, то как вы с этим боретесь, если нет? Еще раз скажу, последнюю фразу не услышала, что они довольно хрупкие, а дальше что? Вандалят? Да, особо не вандалят, честно говоря, там, по-моему, ну вот как раз на Полярный, собственно, кинотеатр Полярный, на него забирались, по-моему, дети, вот, и там какой-то блок вышибло, но там вышибло блок не потому, что разбили трубки, а потому, что они там что-то трансформатор потрогали, вот, но в трубки никто не кидается, если об этом речь, снежками в них и палками никто не бросает, всем нравится, какие они красивые, вот, а как мы с этим боремся? А их вообще технически можно реставрировать, реконструировать? которые есть для этого власти, которые полномочны решать такие вопросы, смотрятся. Ну, конечно, мы же и заказываем, собственно, это стекло у профессиональной конторы, которая занимается стеклодуйством и вот этим неоном, что важно, у этой конторы у нас по договору пожизненная гарантия, поэтому... Спасибо большое. Ну, вот следующий вопрос адресован, опять же, Анастасия, но я так понимаю, она в чате на него уже ответила, связанный тоже с таким техническим вопросом, то, как хранятся оцифрованные файлы, где они хранятся и кому принадлежат, так думаю, какой-то правовой момент поднимается здесь. То есть что-то вам есть, Анастасия, дополнить к этому? Ну, да, я просто могу сказать, что мы используем, конечно, серверы и музеи, которые основатели проекта, понятное дело, и используем еще облачное хранение, и еще у нас есть методика, которая подсмотрена у Центра медиаискусства Карлсру, и они используют очень старую технологию, которая из финансовых институтов пришла, называется это ЛТО-кассеты. Может, вы видели такие штучки, вот, и, в принципе, это запись цифровых файлов на пленку. Ну, как бы это не звучало странно, но, тем не менее, это такой метод холодного хранения тоже на случай, ну, вот, каких-то форс-мажоров. Вот, то есть есть просто стандарты, по которым, как бы, информация должна храниться в трех разных местах, желательно на трех разных видах носителя, и географически разнесена друг от друга в разные тоже точки, да, то есть, например, у нас сервер стоит в одном помещении, то, условно, ЛТО-кассеты в том же помещении лежать не должны, а должны лежать в другом, чтобы, если в это помещение попадет бомба и начнется пожар, то был шанс, что в другом помещении что-то останется, вот. Ну, вот такие есть музейные, как бы, какие-то международные стандарты, которые мы стараемся в этом смысле соблюдать. Вот, это, наверное, да, юридически обычно, ну, как бы, информация оцифрованная, она передается по лицензии, да, то есть это есть, ну, как бы, платформа условная, те, кто отвечают за платформу, да, они берут лицензию на возможность показывать эти материалы, вот, условно, это так работает, если юридическим языком это описано. И вот в продолжении цифровизации вопрос провокационный, я так думаю, он обращен ко всем участникам, кто практически сталкивается с исследованиями, с архивом от Юлии Сибисовой. Какую пользу получают представители искусства от бумажных архивов? Я так понимаю, здесь противоречие в том, что все оцифровано и все доступно, зачем хранить бумажные оригиналы, и кто-то к ним вообще обращается, есть ли такие запросы у исследователей, кто-то сталкивался с подобным? Я думаю, на этот вопрос могла бы Саша обухова очень подробно ответить. Но я ее не вижу просто, я знаю, что она где-то есть среди зрителей. Но, конечно, в архивы бумажные приходят исследователи, приходят кураторы, приходят сами художники, потому что нужно, то есть это же тоже представляет экспозиционный интерес, да, все, что хранится в бумаге и архивные выставки, вот, они, как правило, все равно так или иначе материалы показывают, да, аналоговые, так сказать, материалы, вот, поэтому это все имеет смысл и значение и то, и другое, да, то есть нет такого, что цифровые архивы вытесняют интерес к бумажным. Вот, есть у других коллег, наверное, что сказать по этому поводу. Да, Оксана, пожалуйста, вам. Да, я хотела сказать, это такая, знаете, форма работы и очень часто художники сами приходят со своими архивами, понимая, что если есть люди специальные, которые умеют с этим работать, то лучше они доверятся этим людям. Ну, и, понятное дело, специальные здания, да, это обычно музеи, архивы, либо такие институции довольно стабильные, убедительные и безопасные, которым работают, собственно, такие же люди. И вот эта форма отношений между художником и исследователем, наверное, по большей части, это доступно для всех художников, но пользуются это, естественно, не все, это только те, кто принимает такие решения, что это нужно и это важно. Понятное дело, что каждый художник должен сам решать, и у него есть это право. Да, спасибо большое за комментарий. Следующие два вопроса адресованы Дарье. Первый сдает Антон Мительков. Ваша студия существует без государственной поддержки? Ну, я хотела ответить, что мы частная институция и мы оформлены как некоммерческая организация, поэтому частью нашего финансирования могут являться гранты. И как пример, мы получали грант музея-гараж и мы ведем в том числе архивную деятельность на базе этого гранта. Кроме этого, мы получали грант от правительства области на выставочную деятельность. И также в нашей области сейчас есть программа резиденций и на ведение наших резидентов мы также получали грант. То есть, что касается их проживания, всяких расходов, тоже это оплачивает грант. И следующий вопрос тоже к вам от Екатерины Кузьминой. Художники из Дзержинска могут быть в зоне вашего интереса? Как это сделать, если, да, видимо, это художница из Дзержинска? что сделать, только не очень поняла. Но тогда отвечу тоже на этот вопрос, немного рассказав про нашу структуру. Мы в первую очередь самоорганизация, то есть, это группа художников, которые друг друга поддерживают, разделяют общие ценности и работают вместе. Команда является в этом случае чем-то вторичным. и если вдруг художников пропадет потребность, то команда сразу же отвалится и останутся только художники. Поэтому, собственно, нету такого направления, чтобы как-то расширять круг этих художников, потому что это уже устоявшаяся какая-то группа. Как я сказала, что в прошлом году к нам присоединились художники Иван Белов и Алексей Старков, это непосредственно художники, которые находились вот около этого сообщества. С ними ребята были очень давно знакомы. И в течение года ребята были гостевыми художниками. И, собственно, художники-резиденты и гостевые друг к другу присматривались и спустя год поняли, да, нам комфортно вместе работать, мы совпадаем, нам это удобно, и поэтому, собственно, художники присоединились. Сейчас у нас есть один гостевой художник Никита Перумов, и, ну, пока неизвестно, год еще не прошел, станет ли он художником-резидентом, понравилось ли ему у нас. Но, собственно, что я хочу сказать, что ресурсы студии ограничены, и в том числе, что касается рабочих мест. Сейчас у нас уже, я уже сбилась со счета 13 художников, вот, и, собственно, места пока что у нас больше нету, то есть ресурсов больше нет, поэтому мы, собственно, занимаемся с теми, с кем мы сейчас работаем. Хорошо, спасибо большое за ответ. Вот, следующий вопрос, комментарий от Анны Житковой, она выражает благодарность за выступление Инне Астонерской, и спрашивает у вас, Инна, нуждаетесь ли вы в молодых специалистах и каких профессий? Видимо, по работе с архивом имеется в виду? Да, ну, как я уже сказала, вот буквально меньше месяца назад человек, который занимался нашим архивом, он ушел работать в другое учреждение, поэтому мы сейчас ищем нового сотрудника, поэтому, если есть интерес, можно со мной связаться, на нашем сайте есть мои контакты, можем обсудить. Вот, Александра Обухова действительно с нами, и это подтверждается в чате, она отметила, что как раз о бумажных версиях архивов можно будет подробнее узнать, она об этом расскажет, прокомментирует во второй части, второй круглый стол, который начнется через 40 минут, пожалуйста, если вас этот вопрос интересует, подключайтесь к второй части сегодняшних встреч, и, видимо, это будет тоже прозвучит. Вот, ну, пожалуй, что от слушателей мы исчерпали все вопросы, и я хотела бы предложить, если друг у друга, друг другу, вернее, у участников есть какие-то вопросы и комментарии, можем сейчас обменяться мнениями, пока у нас есть немного времени. Если есть желание, какая-то вот такая спромулировалась внутри потребности. если нет, то давайте предлагаю завершать тогда наш круглый стол. Я хочу поблагодарить всех участников за прекрасные, очень увлекательные и разнообразные доклады о вашей деятельности, о специфики регионального художественного процесса, с которым вы работаете, благодарить вас вообще за то, что вы работаете с архивами. Для меня, как исследователя, есть только искусство, это чрезвычайно ценно, и для меня не возникает вопроса, зачем бумажные архивы, потому что это первый источник, от которого начинается все, любой разговор, любая выставка, любая статья, и ваша деятельность в этом смысле бесценна, я желаю всем в этом смысле исследовательской удачи на этапе формирования архива, его программирования, проектирования, на этапе его развития, популяризации, его какого-то дальнейшего продвижения, и действительно, мне кажется, очень классно, если будут возникать какие-то межрегиональные сотрудничества, о них сегодня уже говорили некоторые из вас, и прозвучало про то, как архив, какое место он занимает в институциях, или в каких-то самоорганизациях, или в каких-то совсем новых объединениях, что архив это не просто какая-то побочная, вспомогательная история, а это полноценное направление деятельности, достойное внимание, и архив сегодня мы тоже слышали, много разных вариантов, решает массу задач, в том числе проектных задач, и каких-то фундаментальных задач, осмысления того, что это, что мы за организация, или что мы за художественное сообщество, и какой вообще процесс вокруг нас происходит, вот, я очень рада была сегодня с вами эти два часа провести, познакомиться поближе с деятельностью ваших организаций, вас, как исследователей, кураторов, практиков, вот, и благодарю еще раз организаторов наших, Дарья появилась, спасибо большое вам за эту платформу, надеюсь, еще увидимся не раз в каких-то новых конфигурациях, обсудим архивы, увидим архивы друг друга, и будем их пополнять. Благодарю всех за работу.